Субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение и позитивные эмоции. К такому выводу пришли постоянные участники акции по наведению в Грация Чистоты. На этот раз они приводили в порядок овражек у мостика в микрорайоне Формановском. Инициатором и организатором выступил председатель Совета Отцов Михаил Пинкаль. Но у земли нет рук. Она не может убрать этот мусор с себя. Даже собака, она будет грызть этот репейник и уберет его. И вот считаю, что вот эти грабельки, которыми мы грабим, землю граблим, они как щёточки, потихонечку, потихонечку. Если мы все возьмёмся потихонечку, то очистим землю. Настойчивости волонтёров можно только позавидовать. Этот овражек они чистят уже не первый год. Говорят, мусора стало меньше, но до идеальной чистоты ещё далеко. К этой цели они стремятся, отступать не собираются. И это не единственная акция, которую добровольцы проведут в городе этой весной. Следующая намечена на ближайшую пятницу. Кроме добровольцев, в наведении чистоты на городских и сельских территориях задействованы коммунальные службы. Это на их плечи ложится основная работа. Стараниями участка благоустройства в первую очередь в порядок приводятся контейнерные площадки. Недавно приобретённый ломовоз – главный в этом помощник. Все эти работы проводятся в рамках месячника по уборке территории, который проходит в городецком округе до 15 мая. Планы у нас на самом деле грандиозные. То есть нам нужно сделать не меньше, чем было в прошлом году. Это однозначно. Основная наша цель – это убрать и навести порядок на контейнерных площадках, конечно, вдоль многоквартирных домов, вдоль дорог. То есть потом будем охватывать уже овраги, какие-то низвенности, куда мусор попал в течение зимнего периода. Будем работать и по дорожной сети. То есть это самая главная уборка смёта, уборка именно того песка и соли, которая у нас образовалась на дорогах в течение всей зимы. Потому что зима была достаточно хорошая, снежная. Поэтому посыпали часто. И убирать смёта много. Сейчас у нас есть специализированный техник, который уже со следующей недели выйдет и будет подметать наши улицы. К работам по наведению чистоты и порядка также планируется привлечь индивидуальных предпринимателей, сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности. А всех желающих сделать что-то полезное для своего города, села и его жителей, внести свой вклад в благоустройство, приглашают принять участие во всенародных субботниках, которые пройдут 12, 19, 26 апреля и 3 и 8 мая.